Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня мы готовим зефирное пирожное с хурмы. Невероятно вкусное и ароматное! А также сегодня я с вами делюсь замечательным рецептом песочного печенья на смальце. Выпекайте и готовьте вместе со мной! И радуйте свою семью только домашними десертами, а не самые вкусные! Не забывайте, что рецепты на канале Готовим с Любовью! И видео на семейном канале Дружная Семья выходят ежедневно, каждое утро! Не пропустите! Для начала мы приготовим песочное печенье на смальце. Нам нужны будут следующие продукты. Одно яйцо, 125 граммов растопленного смальца, пол пакетика ванилина, это 1 грамм, 100 граммов сахара, пол чайной ложки разрыхлителя, 200 граммов муки и щепотка соли. В чашу миксера выливаю смалец, добавляю сюда сахар и немножко взбиваем. Добавляем щепотку соли, помелив для аромата, яйцо и еще пару минут взбиваем. Теперь к муке добавляем разрыхлитель, перемешиваем ложкой и добавляем муку в тесто. Замешиваем тесто ложкой, а потом вручную. Тесто на смальце очень нежное. Если у вас нет смальца, замените сливочным маслом. Все достаточно просто. Нет масла, замените маргарином. Но вкус течения будет меняться. Песочное печенье это беспроигрышный вариант. Сделаем зефир, сделаем печенье. Будет все очень вкусно. Пока разогревалась духовочка, я положила тесто в морозилку на 15 минут. Посыпаем силиконовый коврик мукой. И сверху тесто немного присыпали мукой. И раскатываем. Слишком тонко тесто не раскатываем. На чем раскатываем тесто, там и выпекаем. В моем случае это силиконовый коврик. Я выбрала вырубку для печенья в виде снежинки. Есть у меня еще такая формочка. В прошлом году покупала на рынке. Духовочка у меня уже разогрета. Печенье ставим в разогретую духовку на 180 градусов. На средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Печенье в духовке выпекалось 15 минут. Чтобы приготовить зефир из хурмы, нам нужно приготовить пюре из хурмы. Значит, что мы делаем? Разрезаем хурму. И режем на небольшие кусочки. Теперь пюрируем массу погружным блендером. Переливаем в кастрюльку. И увариваем хорошо пюре. Смотрите, пюре помешиваем, чтобы не пригорело. Увариваем. Оно должно быть густым. Взяла 2 хурмы, но для порции этого много. Боялась, что одной просто не хватит. Для перестраховки. Это пюре можно заморозить. И при случае, когда вы захотите приготовить еще одну порцию зефира, а вы захотите, пюре у вас будет уже готовое. Я уваривала пюре на среднем огне 10 минут. Смотрите, заметно загустело. Пюре при варке нужно постоянно помешивать, чтобы оно не пригорело. Пару минут, даем ему остыть. Значит так, теперь берем теплое пюре. Нам понадобится 125 граммов. Еще чуть-чуть. И у меня осталось. На 2 порции, конечно, не хватит. Так, это многовато. Теперь добавляем сюда сахар. Пока еще пюре теплое. Можно прогревать пюре с сахаром, а можно, вот когда тепленькое пюре, перемешать с сахаром. И сахар растает. 30 граммов сахара добавили. Сам по себе зефир готовится очень быстро. Значит, в миску мы высыпаем 170 граммов сахара. 5 граммов агар-агара силой 1200. Если вы берете агар-агар в магазине, в супермаркете, берите сразу же двойную порцию. И добавляем сюда 75 граммов воды. Если у вас агар-агар силой 900, то вы берете 7-8 граммов. Размешали. И ставим сироп вариться на огонь. Сироп поставили вариться. А теперь смотрите. Здесь у меня пюре хурмы с сахаром. И добавляем 1 белок весом 30 граммов. Одновременно там варится сироп. Здесь взбивается белок с пюре. Постоянно стараемся помешивать. В горячий сироп вливаем взбитые белки с пюре. Выключила миксер. Теперь вам все рассказываю. Значит, сироп варился 5 минут. Если у вас есть градусник, варите до 110 градусов. После того, как влили горячий кипяченый сироп, мы масло взбивали еще 4 минуты. Подготовили все. Теперь берем насадку 1Б Вилтон. Перекладываем в зефирную массу мешок. У нас получается зефир будет с такими крупинками, частичками хурмы. Действительно, очень вкусно. Зефир не приторно-сладкий. Сейчас все вам покажу. Теперь берем и отсаживаем зефирную массу. Очень люблю этот зефир с кусочками хурмы. Нежный, вкусный. И печенье на пикню. И пирожное зефирное сделали. Теперь осталось немножко украсить наш десерт. Присыпать сверху сахарной пудрой. Как будто снежок. Красота! Эта зефирная масса немного нежнее, чем зефир. Мягкая такая, нежная. С крупинками хурмы. Очень вкусно. Всем рекомендую. Зимний десерт готов. Зефирное пирожное должно подсохнуть при комнатной температуре минимум 8 часов. Сегодня мы сделали два в одном. И пирожное, и напекли вкуснейшее печенье на смальце. Всем рекомендую. Простое в приготовлении, а такое вкусное и хрустящее. Желаю всем хорошего предпраздничного настроения. С вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч! Пока-пока!